Он говорил о плохом дизайне глаза человека, потому что его палочки и колбочки находятся впереди кровеносных сосудов. Все дело в том, что мы живем на воздухе. Воздух является плохой защитой от ультрафиолетового излучения. Последняя защита вашего глаза от ультрафиолетового излучения — это кровеносные сосуды, расположенные впереди сетчатки для того, чтобы защищать палочки и колбочки от него. Один атеист, с которым я проводил дебаты в Нью-Йорке, сказал, «У осьминога глаза намного лучше, потому что их кровеносные сосуды находятся за сетчаткой. Наши же присоединены наоборот. Это плохой дизайн». Я сказал, «Сэр, осьминог живет в воде. Вода блокирует ультрафиолетовое излучение. Им не нужно, чтобы их кровеносные сосуды были впереди. Если вы хотите обменяться глазами с осьминогом, пожалуйста, но вы ослепнете через несколько дней». Мы созданы для жизни в воздухе, а они созданы для жизни в воде. И я думаю, что глаз поразительно создан. 51 год мои немного тускнеют, но это ожидаемо. Это пример того, что мы были намного лучше, и все разрушается. Это второй закон термодинамики. Вещи распадаются.